Добрый вечер, Евгений. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 57-7301, 57-7302 — это телефоны в студии. И можете свои вопросы задавать в нашу официальную группу ВКонтакте, ТВ-канал 12. Там есть соответствующий пост закрепленный, и туда вопросы тоже можно посылать и интересоваться вопросами культуры. Иван Николаевич, я поздравляю вас с наступающим днем работников культуры. И слышал, что завтра все работники культуры области приедут к нам. Это на самом деле так? Да, действительно, 24 марта обозначена дата и проведение областного дня работника культуры. В этом году принимающей стороной будет наш город, город Череповец. И вся область будет здесь. То есть намечена обширная программа. Вот что, кстати, мы подготовили? Безусловно, коллегия, традиционная коллегия Департамента культуры во Дворце Металлургов. Безусловно, это концерт, посвященный Дню работников культуры и награждения. И работники культуры области посетят два наших учреждения. Это Центральная библиотека имени Верещагина и Первая музыкальная школа. Ну, о туризме мы еще поговорим. Но все-таки мы встречаемся накануне Дня театра. И это тоже 27-го числа День работников культуры. Кстати, 25-го, да? Да, 25-го числа точно. 27-го марта Международный день театра. И все-таки, как он пройдет в Череповце? Будет ли что-то специально приготовлено для этого в Череповце? Камерный театр традиционно. Дню театра готовится. Неделя театральная в Камерном театре стартовала 21-го числа. В Камерном театре рекомендую всем посетить. Открылась выставка художников Камерного театра. Изумительная выставка в фойе перед концертным залом. Сам там лично побывал. Безусловно, мы видим работы художников только на сцене. Тут мы их видим в выставочном пространстве. Это очень замечательно. Ну и непосредственно Камерный театр подготовил для зрителей премьеру. Это спектакль «Старший сын». Спектакли будут идти три дня. 25-го, 26-го и 27-го марта. И хотел бы пригласить всех, но, к сожалению, билетов уже нет. Здесь будут аншлаги. Это 100%. Ну вот вы как раз предварили мой следующий вопрос. Насколько череповчане любят театр? Я думаю, что это самый лучший показатель. Но не зря ли актеры Камерного театра едят свой хлеб? Любят ли череповчане театр? Как показывает практика, вот этот год, который мы вплотную с Камерным театром отработали, череповчане любят театр, потому что многие спектакли Камерного театра в последнее время проходят при аншлагах. То есть есть своя публика. Но помимо этого у нас еще один профессиональный театр есть в городе, детский музыкальный театр. Он дает малые постановки для детей, уникальные постановки, постановки, которые учат малышей тому, что такое хорошо, что такое плохо. Уникальные постановки. Я сам, когда побывал у Алексея Николаевича Устинова в театре, я сам на какое-то время, вот на эти 45 минут, стал ребенком. Действительно уникальные сказки. Вот там у нас выстраиваются длинные очереди. Спектакли малой формы на 30 человек. И запись в театр идет практически за месяц и дольше. То есть это вот такой уникальный театр. Он вообще единственный на северо-западе. Но вы, наверное, не будете со мной спорить, что театральной столицей все-таки в Вологодской области считается Вологды. Там и театров побольше, и все-таки театральных событий, и театральные традиции там побольше. Но есть один такой непродолжительный период времени, когда театральная столица переезжает в Череповец. Я сейчас говорю про «Золотую маску», когда в Алакжане пытаются попасть в Череповец, в Череповецкие театры. Будет ли в этом году «Золотая маска»? И что ждать публике? «Золотая маска», безусловно, в Череповце будет. Фестиваль традиционный уже. Знаете, трудно представлять Череповец без «Золотой маски», тем более, что наблюдал уникальную картину, когда в наше учреждение культуры в кассовую очередь начинается с улицы, именно за билетами на «Золотую маску». Мероприятие, фестиваль данный. Череповец приезжает при огромной поддержке компании «Северсталь». Компания поддерживает этот фестиваль, и в этом году этот фестиваль, безусловно, также будет в Череповце традиционно в дни города. Ну, а что касается театральной столицы, ну, Вологда у нас не только театральная столица, это вообще столица области, но немножко, так сказать, хочу сказать о своих театрах. Вологда — столица области, но головные предприятия, основные промышленные, «Фосагра», «Северсталь», они же в Череповце. Вологда — театральная столица, да, там больше профессиональных театров, но самый современный театр находится в Череповце, камерный театр. Самый уникальный театр детский музыкальный, из профессиональных, находится в Череповце. Кроме того, в Череповце же очень много любительских коллективов, самодеятельных, театральных, и которые тоже дают очень хороший результат, дают очень хорошие постановки. Есть два уникальных театра. Это театр «Артист», то есть и театр «Зрелищ. Северный праздник», который дают зрелище, там и ходулисты, там и поинг, там и работают со светом, работают с огнем. То есть Вологда, конечно, театральная столица, безусловно, но Череповец старается в нее не отставать. Отставать не будет, безусловно. Я именно к этому и клонил, что все-таки есть разница, но Череповец не встает. 57-7301, 57-7302, телефон прямого эфира, звоните, присоединяйтесь к нашему разговору, заходите в нашу группу ВКонтакте, задавайте там тоже вопросы. Ну, приезд в Алакжан, вологодских театралов в Череповец, это уже туризм. Как обстоят дела с туризмом в Череповце? Туризм в Череповце развивается. Развивается достаточно быстрыми шагами. То есть прошлый год показал, что мэрия Череповца, которая, безусловно, помогает в развитии этого направления и совместно с Управлением культуры, с нашими специалистами его развивает. В прошлом году Череповецкий маршрут «Череповец горячее русское сердце русского севера» был признан лучшим, а Череповец Ассоциации туроператоров России был признан открытием года. То есть это уже говорит о многом. Также, если брать в разрезе 2015 года, скажу цифры, и брать 2016 год, то Череповец посетила на 10 тысяч больше туристов. То есть показатели увеличиваются. Это значит, что, в принципе, мы идем в правильном направлении. Конечно, хотелось бы развиваться быстрее, потому что в Череповце есть что показать, в Череповце есть что рассказать, в Череповце есть уникальные музеи. Это и музей Василия Васильевича Верещагина, это усадьба Гальских, дом Ивана Андреевича Милютина, который руководил нашим городом уникальное количество лет, 46 лет. То есть ни в одном городе такого головы не было, как у нас. Это, безусловно, и новый открывшийся в 2015 году музей металлургической промышленности. Это уникальный интерактивный музей. То есть в городе делается все, чтобы туризм развивался, и город был привлекателен для туристов. И в этом году, то есть основное мероприятие, Международный день туризма, он запланирован в Череповце в сентябре месяце. Ну вы туристов снимаете с кораблей, которые мимо проходят, или вы еще и привозите специально? Нет, туристы приезжают в Череповец разными путями, безусловно. И автобусные туры есть, и, безусловно, летом их больше. То есть когда они приезжают на теплоходах и посещают наш город. Ну а, допустим, промышленный туризм, насколько он развит в Череповце? И есть ли такое? Есть ли такие заявки, предложения? Предложения по промышленному туризму, безусловно, есть. Я думаю, что он тоже будет развиваться. То есть заявки, во всяком случае, есть. Вопрос по промышленному туризму тоже задает. Ну а вот все-таки, опять-таки, вот те же сравнения. Вы завтра, наверное, будете говорить про культуру Вологды, культуру Череповца. Безусловно. Сравнивать это, потому что абсолютно, я считаю, что это абсолютно разные города, хотя и находятся на расстоянии 100 километров. И понятно, что в Вологде можно показывать храмы, можно музей кружева тоже интереснейший музей, единственный в своем роде в России. Чем и как и куда может развиваться культура промышленного города? Где все-таки основной, так скажем, акцент делается на людей труда, которые отработали на заводе и не всегда, может быть, идут в культуру. Так, я могу здесь ответить так, что культура в промышленном городе должна развиваться точно так же, как и культура в любом другом городе. Потому что люди, которые работают на промышленных предприятиях, люди из городов, где нет промышленных предприятий, это одни и те же люди. И как показывает практика нашего города, люди, которые работают на промышленных предприятиях, они охотно посещают наши городские мероприятия и охотно посещают наши музеи. Взять ту же золотую маску, то есть промышленные предприятия очень активно ее посещают. То есть у нас люди такие же культурные, ничем не отличаются. Это просто штамп такой существует, что культура в промышленном городе, она должна быть вот именно другой. Нет, это не так. И наш ведь город тоже изначально был непромышленный город. То есть он с 50-х годов, да, он действительно мощный промышленный центр. А до этого это был обычный провинциальный город со своей богатой историей, со своими жителями, известными жителями на всю страну. Которые тоже, кстати, делали вклад в культурную жизнь всей страны. Всей страны Российской империи, Российской Федерации, да. Это если вспомнить Василия Васильевича Верещагина и Вологодское масло, то, между прочим, автор его родом из Череповца Николай Васильевич Верещагин, брат Василия Васильевича. То есть у нас очень богатая история, и современность показывает и Леонид Парфенов, и вот Анна Самохина, Николай Носков. Они все Череповцу далеко не чужие люди. Так, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Возможно ли в Череповце сделать свой театральный фестиваль? Вот. Спасибо за вопрос. Чуть-чуть, я переделюсь события. Очень хороший вопрос. Да, в Череповце возможно сделать свой театральный фестиваль. Пока все карты открывать не буду, но такой проект есть. Это будет государственное частное партнерство. То есть проект запланирован. Уже есть первые движения по этому проекту. Поэтому как только будет принято решение о датах проведения этого фестиваля, мы, безусловно, вам сообщим. А направление скажете хотя бы? То есть вот есть же, допустим, в Вологде это исторические театры. Пытались они сделать и рождественские те самые. Вот вы какое направление? Условно, все-таки мы вспоминаем историю Череповца. Череповец – провинциальный город. Поэтому условное пока название – это провинциальная история, предложенная автором. Автора пока тоже раскрывать не буду. Это замечательный человек, который очень большой вклад в культуру города вносит. И, безусловно, мы думаем, что этот проект у нас пройдет. Тем более, что и Камерный театр этот проект поддерживает и с радостью принимает. Мне кажется, что это очень чудесная идея по провинциальным историям. И будет большой интерес. Старый, избитый, давно вопрос. Должна ли культура зарабатывать? И как она может зарабатывать? И зарабатывает ли она сейчас? Культура должна зарабатывать. Культура может зарабатывать, и культура умеет зарабатывать. Это то, что мы можем сказать. Безусловно, у нас поменялась ситуация, когда страна перешла к рыночной экономике, и наши учреждения тоже смогли перестроиться и научились зарабатывать. Но не обходится и без оптимизации. Скажите, такая тенденция, допустим, на закрытие библиотек, закрытие детских школ образовательных, которые, в принципе, небольшую выгоду приносят. В плане денежном, но большую в плане культурного воспитания. Вот есть ли такие планы? Планов по закрытию библиотек у нас нет. Планов по закрытию школ у нас тоже нет. Мы относимся к оптимизации очень скрупулезно, потому что всегда все просчитываем. То есть просто так, как больно, объединять мы никого не будем. Да, у нас оптимизированы некоторые процессы. У нас объединены два дворца культуры. Это Дворец культуры-строитель и Дворец культуры-северный. То есть сейчас они работают. Третья музыкальная школа была присоединена к детской школе искусств, бывшей второй музыкальной школе. И в прошлый год мы парки объединили с Домом музыки и кино. Ну, любое объединение, это, конечно, тяжелый процесс. Безусловно, тем людям, которые работали в самостоятельном учреждении, уходят по другое учреждение, ему трудно это изначально принять психологически, но учреждения продолжают работать, учреждения продолжают давать результат, которые объединили. Но вот пока планов по объединению учреждений у нас нет. Те учреждения, которые было возможно объединить, мы объединили. Но оптимизационные процессы продолжаются. Оптимизация — это не только сокращение персонала, оптимизация — это не только сокращение людей, безусловно, это и сокращение и издержек каких-то, это переход на новые технологии, переход к новым процессам. Ну и появление новых каких-то культурных проектов — это тоже ведь результат оптимизации. Да, да, своего рода это результат оптимизационных действий. У нас осталось буквально три минуты, и есть вопрос, он очень глобальный, Какие культурные события нас ждут впереди, вы наверняка знаете лучше всех. Ну, безусловно. Крупные культурные события. Ну, у нас ближайшие крупные культурные события буквально на следующей неделе, 2 апреля, это фестиваль «Классические розы», он всероссийский, пройдет финал в Камерном театре 2 апреля, билеты на фестиваль еще есть, поэтому приглашаю всех желающих череповчан посетить этот фестиваль. Председатель жюри — это Надир Ширинский, известная личность для русского романса. Безусловно, есть у нас и маленькие мероприятия, и большие. В этом году 240 лет городу Череповцу, но в ближайшее время, сегодня я пришел не один, пришел с такой замечательной афишей, в нашем городе пройдет уже ставший традиционным и уникальным фестиваль «Время колокольчиков». В этом году афиша очень интересная, наш город посетит сам Гарик Сукачев. Группа «Агата Кристи», группа «Бахет Кампот» будет выступать в Череповце, группа «Ноль». Фестиваль становится уникальным, фестиваль становится популярным. За два года проведения этого фестиваля его посетило более 8 тысяч зрителей. В этом году новшество в том, что фестиваль у нас пройдет не в мае, как проходило раньше, а пройдет 22 апреля, но он все так же приурочен к дню рождения нашего замечательного земляка, можно сказать отца рок-культуры российской, вот человека знакового для рок-культуры, это Александр Башлачев. То есть опять фестиваль будет приурочен к его дню рождения, но на этот раз пройдет в апреле билеты в кассах Ледового дворца, в кассах Дворца химиков, и безусловно есть онлайн-продажи, поэтому приглашаю всех желающих. Билеты пока в продаже еще есть. Это вот одно из знаковых мероприятий, безусловно... 240 лет Череповцу будем когда праздновать? Летом или осенью? Сейчас скажу. Мы начнем праздновать. Буквально чуть-чуть у нас. Стартуем летом, а заканчивать будем осенью и даже 18-м годом из знаковых мероприятий. Безусловно, помимо 240-летия нашего города, у нас 175 лет Василию Васильевичу Верещагину. Большая, обширная программа Верещагинских дней. Вспомним Константина Батюшкова, ему в этом году 230 лет. Тоже будет определенная программа. И 130 лет Игорю Северянину, который тоже через Череповец прошел. То есть большая программа. Мы стартуем летом. Опять же пройдет традиционный фестиваль уличных театров в нашем городе, который будет уже третьим. Безусловно, зрителям он понравился. В прошлом году уже к нам приезжали коллективы из Самары, из Санкт-Петербурга, из других городов. И в этом году мы также ждем большое количество гостей. Но вы должны прервать, потому что время уже в эфире заканчивается. Мы обо всем этом расскажем и еще вас наверняка пригласим сюда, в нашу студию. Про культурную столицу Череповец мы с Иваном Лобановым, начальником Управления по делам культуры, говорили сегодня в прямом эфире. Спасибо большое, Иван Николаевич. Приходите к нам в гости. Спасибо. Это была программа «Перегресток». Увидимся. Продолжение следует...